познакомлю но по порядку начинается с мультины значит это без этого никуда не деться и так вы видите рабочий момент такого не выглядит кухня помощники будущего садоводы так вот у меня осталось ровно одна банка и полная вот с уникальной вещи вот с интереса да вот эта банка она примерно в 500 в 1000 раз ценнее чем банка с такими же абрикосами даже где-то родственниками но с плодами от 100 до 120 грамм то есть академики там рыжие встречаются фаины и прочее крупноплодные вот она в вчера цене почему это манджурский абрикос дерево патриарх почему они сухие несколько таких банок я последнюю сертификацию сделал для опоздавших по 7 9 марта то есть мая она дойдет до этого до кондиции и конечно если никто не купит я их выброшу а почему да вот а мне их не жалко это сыновья вот этого это манджурский абрикос а то его сыновья а у них 100 банок вот таких вот все равно же выбрасывать так почему не а вдруг кто-то действительно вот буквально два дня назад у меня товарищ купил тысячу косточек я уже думал не такие больше не осталось но это не просто реклама это шанс спасти этот вид и так мой манджурский абрикос это родоначальник нового направления в садоводстве абсолютно нового перспективного необычайно эффектного вот дальше говорить я могу еще полца но с чего я это значит банка сухая будет ли урожая в этом году помните я рассказывал наконец старик до в сорок ведра с лишним в двадцать втором году до конец от сник дал два ведра что в этом самом или три в общем двадцать третьем году и больше если не даст то это банка все последнее это почему я нельзя сохранить год а потом использовать сухой виде для этого я не оставил идем дальше все самое интересное но это такая скучная материя лучше говорить о каких-то там в деньгах в данном случае речь не деньгах о будущем садоводстве вот черенки значит смотрите впервые я нарезал супер серафим сейчас покажу в этот только учить это только не так как говорилось там бендер или кто-то нервных прошу выйти из зала и так супер серафим даст или санна сейчас пригласим вот поговорить а пока так сапало что в руках держите еще до направлением садоводстве еще одно какое оно будет я скажу вот почему я то что я рассказываю в основном это ну действительно как назвал товарищ морозков что маразм крепчает тоже сейчас скажу это на уровне не маразма но на уровне классическая цена 80 маразм этот маразм придется такие плоды а чек которым не оскорбляется дает под меня говорит это дело я показывал 1 5 это фотографии помните а по вот есть сейчас поймете я вас интригую и так супер серафим впервые у меня единственное дерево я его берем берем вспомните я вам хоть один черенок супер серафима срезал в этом году у меня было это пол сотни этих покупателей черенков за зиму но вспомнили не было я наконец нарезал почему выпустят 15 черенков допустим для меня это 3000 рублей не последние я живу не для себя люди знают для чего я живу поэтому я все-таки его маленько искалечил хотел не трогать иди за дерево в моем саду теперь так просто серафим вот я жду когда он увеличил постепенно увеличиваться с года вот урожай дал ну тут так служила с урожайом дал тот самый 20-30 в воде плоды он был настолько большой урожайся поломали 30-40 грамм всего веса а это крупноплоды дерево рухнуло полностью вот рухнуло все 30 ветер упали на землю и я его спилил восстановить его было невозможно подрастает замена я в одном из фильмов показала в замену и уже замену нарезал он черенков и наконец черный абрикос то я пронесу каждую подумаешь чё черный абрикос укажем саду давайте не буду про нем говорить ладно какие-то десяток черенков на всю страну идем дальше и так тема одна из тем будет у меня их несколько но они все на грани не паранойи нет но дело в том что наука это не допускает вот если ты меня слышал договариваешься через несколько минут дам тебе слово так вот итак мы в саду сизой все честно почему это же где-то какой-то дядя саженцы это посадила не растут нет это дядя это я трех фильмах я общаюсь с большой семьей где меня хорошо знают двумя сестрами которые глядя мне в глаза рассказывали что в тот день когда когда не было плодов на самом крупном они сказали что на том дереве были еще крупнее смотрят глаза хабанде я я снимал это еще ладно самое главное сама идея делом о чем у него было пять моих деревьев и на первой самом фильме это не фильм это сказка это это было сделано фильм где-то лет десять назад вот когда ехал мимо что это такое глаза мне верю вот а потом значит фильм снял специально приехал что это вашего лекарства 9 и тогда было пять деревьев с таким урожаем а фильм есть ветераны видели конечно он там затерялся среди тысяч других моих фильмов и тогда это был первый вариант а потом она построила дом для у нее в два дерева погибло самаре спилилой попали что-то там говорила что или этот самый как он там в общем колодец николай за убили два дерева осталось три и вот эти три дерева расстрелять и мы приезжаем сразу санны не просто ли санны человек там ученый вот просто женщина нет это моя совесть это моя совесть то есть все что я скажу если вы скажете что это неправда значит я заткнусь и исчезну навсегда и так мы строим три дерева королевский слева центре вот это дерево серафим но я посмотрел на эти плоды и третье дерево справа а третье дерево это амур и вот это чудо вот так мы собрали эти плоды сфотографировались так потом косточки я собирал еще два раза они падают я приезжаю даю деньги и это самое и собираю косточки вот почему это мое дерево имею морально право вот но как как она выгляда на дереве слева ближе королевского вот эти плоды а справка та сторона дерева кроны которая смотрит на соседа на амур амур но узнаете что такое вот против этого где-то сразу четыре месяца вот и тогда мне это дало повод лишний раз убедиться в том что существует телегония я сейчас не буду раскрывать эти термины потому что не всем это интересно вот можно отдельный фильм потом сниму что такое телегония что такое помещурина ксения все это и проходили будем проходить но не сейчас главное то что я лишний раз убедился что существует не потомство вот допустим королевский опылил этого же самого серафима и получилось вот такие плоды потомстве а напрямую то есть прямое зачатие даже не зачатие прямое влияние прошу прощения сегодня никого не футболю алло да это нужен у меня сейчас вебинар идет и такая тема я не могу сейчас говорить по поводу мастики сегодня я буду говорить вот она мастика еще россияне это вот от имени долл этого что-то даже вот эта информация очень полезно что вам значит долл матов мастику от собрался отправить вы оплатили а я уже получил от него подарок но это как бы в теме но простите надо продолжать вебинар спасибо очень больше важно среди для всех хорошо пока до свидания значит тема интереснейшая тем что она позволяет совершать чудеса и так пол сада опыляла королевский пол и корона а другой пол и корона а и и на дереве и что интересно дети плоды мил небольшие 20 граммовая до которых был носик просто увидеть надо ну почему это или на саду я для тебя это важнейшая тема это возможность заниматься сертификовой я заговорюсь заниматься селекция это уже четвертое направление по железу первое только я не признаю а это уже четвертое направление 3 наши любительские вот это такие возможности открываются у вас руках возможности или нет но еще один пример не удержусь несколько дней назад я вспомнил я как раз ходил по саду показал три дерева вишня просто который называешь там была она одичавшая владимирская там когда-то сто лет назад завезли с одного краю первое третье это через все настоящий через все бодро а между ними дерево который я не привал вишневое она оказалась вишневые плодами на два раза крупнее я летом но ближе к осени ходил найти вряд ли найдем мы с моим братом я хожу по саду показывайте три дерева показывать это условно или дикую показывает чешни плоды а между ними крупноплодная вишня вкусная как откуда на кто и сделал каким метром надуло вы поняли она это оказалось чем оказалось телегонии и вот таких у меня копится 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 вот а если вы наберете телегонию в этой самой как-то сказать в интернете я уже не стал показывать вам копировать чтобы это явление высмеивается вот и все вот это направление сада я же фактически вам дела сдаю догадывайтесь недавно чуть не помер даже не проверялся на ковид но вы чуть не помер теперь это благодаря вам или нас она тема получила продолжение дома живет богучанах это северный север значит и показалось что вы начали собирать ценнейшую информацию всеми вас и поздравляю это дома значит теперь ну как бы сказать его теперь стоит ну назовем это досье до зинаида пац она вам призналась что мы общались и что у нее там мне оба мы еще что-то мое вот что-то из этих вот только вы видите на столе кое-что мое это вы просто моя технология вот это все приятно мне было слышать но я сейчас о другом а вы же шире ваши интересы вы взяли вот она вы так вот вы взяли попросили описать фотографии вот этих чудес ну понятно яблоки яблони груши груши но это тоже это тоже интересно да как здорово господи как нам мирного неба не хватает ладно посмотрели теперь посмотрели на вас подходим к одному из один вопрос сейчас рассказал это касается значит такой таинственной темы но она нужна следующая тема будет так звучать и так вы у меня досье на вас все полностью и полностью вот я на ту вашу может быть это академии наук назовем это особые люди называть выдающие я еще не могу потому что надо достичь практических результатов так вот но особые люди они уже должны быть на заметке они должны быть в особых реестрах к ним должна быть особый подход для них должны готовиться места директоров вот сенкоров прочее прочее но я сомневаюсь что вас это касается вот я сейчас раскрою тайну кто кто вы есть хотя бы частично для чего это надо потому что поступила и еще одна таинственная тайна она должны должны знать все по той причине что если до конца не раскрыть мы так и будем выбивать друг друга знаю что бога нет и за это отвечать не придется извините за высокий слог вот эта девушка четвертая справа это есть ирина санна для него вот это посещение вот этих мероприятий но это тоже самое что вам магазин сходить там за пивом а для него вот это это вот идем дальше мы подходим главному скоро если она на связи скоро будет первый звонок важнейшая мы говорим о важнейших вещах но значит начинаем очень издалека андрей из-за базы заметили нет фамилии и нет адреса вы пишет вы просили фото плодов из ваших черенков вот но я же не могу не похвастаться но не могу я знаете почему а база это я там был это горная город горный это центр советский гор смотрите внимательно вам холода не стало сейчас будет тепло смотрите это мелба железо спасибо что он прислал эти снимки а то как-то похвастался году у меня ваши какой а где в фотографии спасибо прислал вот это память ярко но посмотрите красота какая мне больше нравится дать когда-то сгонин сгонин наплыв и смотрю я вижу абсолютно здоровое дерево вот а вы знаете что я на санна на нас человек да а я все время камни кидаю ее как бы назвать так олег вот любой из них скажет начинаю сургутить не сметь неправильно дерево не имеет права куда-то постучать туда не имеет права победки россии по таким углом не имеют но это я могу позволить себе пульсок когда меня оскорбили я могу позволить себе немножко поерничать идем дальше но догадайтесь что это за яблоко вот у нас тоже начальник есть это сам чернобаев это он привез когда-то с этого в поверьте себе до шевшенский район до а при этом с это салаты вот так вот поняли да теперь значит возвращаемся к у меня на имена память плохая 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 очень важная тема очень важно но еще попутная андрей спасибо за фотографии я знаю что вы житель абазы попросилась навести справки что делается с садом дементьево дементьево царство небеса его нет живых вот этот человек дементьево фактически романтик крупный руководитель директор завода был еще цех по производству напитков продавал все эти напитки особая целебная плоть до норильска так дальше значит и вздумал иметь свой сад а это просто открывает книгу и смотрит вот это 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 сделаете и все вас будет сад потом обзвонил десяток плана питомников все запретили я кто-то вспоминайте все запретили его приехать засаженцы зачем стоит грузовик послать правильно нельзя и тут он не сообразил потом он значит выписал посылками потом я показывал это извините за такие слова настоя натуральное дерьмо так то что пришло в количестве он нанял людей поэтому несколько гектар значит потратил этот момент когда он у меня вызванил ска константин спасай сады гибнет а осаду было два года сад гибнет вот приезжай помоги чуть-чуть делать-то я бы 8 миллионов угробил 8 миллионов нет не так в общем 6 или 8 сейчас и бригада все работает работают работают в общем получилась дикая история значит когда они пришли он их добивал своими руками может быть если хотите напишет амнаты тесла я возьму сейчас жалко времени я возьму эту самую статью которая называется видите вот он увидел мой перед пусками перевозок перед два назад он ведет в статью и там как раз как уже имея хреновая саженцы он еще не так посадил отношения защитил значит заглубил засыпал этим самым мокрым я все пол а засыпал вот так вот так мокрым этим самым этим значит а ну когда дрова говорят что получит а пепла нет не пепел зала вот и общем сгнил ну я конечно выкапал откапал материл рассказывал единственное пользу знаете какая-то он сказал константинович можешь меня позорить и сам я показывал пальцем он сам фотографировал а потом вот это вот все все что он натворил своими руками открывая книгу смотрел вот и нанятая бригада начиная кого назначил агрономом и бригадиром вот все теперь так если бы отвлекся я был сам еще матерился бы себя показывать почему это надо знать потому что поехали вот дерево которая прожила длинную хорошую жизнь но не вкусно яблоки человек пишет здравствуйте прошу оказать консультацию по обрезке старой яблоке прошу году нижние ветки засохли плоды маленькие но сладкие нам нравится сорт неизвестен фото прилагаю значит я снимал с экрана и даже так получилось чуть-чуть понятнее давайте посмотрим ну что мы видим мы видим страшно метровая размера страшно то есть уже ясно что сюда поступает еще сок вы поняты нижние ветки у нас сохли вот они к тому же им солнце меньше достается вот и понятно что просто-напросто не выкормить он просто с такой штамп не сможет пропустить достаточно количество сока что это значит это значит что и как продлите ворот может только запасом где-то вот здесь вот если видно где в этом маячить мой курсор это здесь отрезать просто три движения 23 движения бензопилой все вы сохранно убирается погибнет после этого значит судьба ветки появятся молодые только при условии что будет хватать для них сока и тогда они народ буквально на ровном месте дерево возродится и так и существует невероятнейшие технологии вот если бы он не ко мне прислал эту фотографию я помогаю ему спасти вот так отрезать шанс есть других шансов нет а если бы он послал на те самые миллионники каналы чтобы он услышал одно из них я потом ниже приведу если дойдем и так берется очень много чеку надо обильно обильно смочить всю крону штамп и все почву вокруг пропитать представители пропитать почву это значит уничтожить всю он решил что ты попробуй выпей это разведенное медный купорос что с тобой будет в лучшем случае зеленый хоровить будут тебя зеленого цвета какого хрена ты учишь почву калечить это же яд но ведь это же факт я ничего не какое счастье что ко мне обратился а не на эти сайте миллионники так следующее письмо я подхожу к самому главному главным темам немного саде из себе сад посажен на участке пятнадцатом году получился русский сад с яблони вишни все иргой калина жимовая смородина крыжовник ежевика овощной огород так дальше я очень уважаю таких людей я сказал я даже скопирую покажу всем почему вот тут заглушать весь здравый смысл прошлом году мушмала германская инжир айва хурма виноград ну а дальше почва глинистая дренаж т т т т т т т три камаза нет не так камазах на три сезона еще 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 так вот смотрите он рассказал это все я принял сведения о чем то мы поговорили а дальше он пишет что касается отсутствия интереса к продвинутым талантливым садоводам со стороны официальных научных учреждений а тем более чиновников я с этим столкнулся лет 15-20 назад период расцвета жизненных сил то есть это наш чек и когда на эту тему спросил того гораздо лучшего садовода из хабаровска где рядом с ним институт садоводства и опытный участок а как у вас есть какая-то связь сотрудничество ответ был лаконичным стена 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 вот такие пироги с горькой начинкой а дальше еще одна фраза которая меня очень не порадовала сейчас объясню вот значит мне стали бесплатно предлагать бери под капос под покос у них не стало хватать сил на обработку всей территории и у меня тоже не хватает силенок на свой сад и говорят ребята сменилось поколение вот сегодня сейчас значит вот так вот еще надо заплатить чтобы где-то кому-то чтобы землю заполучить может быть сад вырастет может он построить еще немного времени я вам рассказывал про на прошлый раз алтай рассказывал про это самое 7 3 жителей осталась одна а через 10 лет сколько там будет когда семи стало одна останется 70 вот это по всей стране и дело не том что это самое надо 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 нарастить это сама надо призвать надо это вот если людям сейчас не стимулировать последние деревья прикрепят свое существование вот и вот пожалуйста бесплатно бери уже не надо вот вокруг красного хутора дорастает сотни гектар лесом а там ведь были даже не это и покосы там были огороды вот так вот это горькая правда идем дальше